всем привет сегодня хочу поделиться с вами одним из рецептов приготовлением индейки ну вернее не самой индейки а грудки индейки то есть филе индейки вот у нас здесь примерно грамм 400 индейки ну и в общем начнем процесс приготовления для начала нам нужно индейку порезать вот у нас вот такое замечательное филе резать мы ее будем относительно небольшими кусочками вот такими кусочками да значит я думаю нам столько хватит вот три таких дольки режем таким образом убираем так значит берем глубокую сковородку или как называется сотейник добавляем туда растительного масла и выкладываем туда бекон чтобы он дал нам еще дополнительно жира пока вытавливается наш бекон приготовим овощи вот у меня осталось немного тут лука порея порежем как можно мелко следующий у нас ингредиент это морковка морковку мы тоже будем резать мелко вот такими кубиками режем морковку следующий гость нашей программы это у нас сельдерей вот у меня остался с прошлого раза такой кусочек я надеюсь что мне этого хватит тоже его меленько порежем сейчас вот такие вот пластинки сельдерей у нас готов отправляем его в общую так сказать массу ну и наверное нам нужно посмотреть что там творится с нашим беконом вот значит сало у нас уже немножко вытопилось вот такие у нас кусочки так что вытаскиваем наше сало теперь туда отправляем нашу индейку значит пока наша индейка приобретает определенный цвет то есть золотистую корочку мы займемся следующими ингредиентами у нас есть стручок красного острого перца возьмем где-то его половину сейчас попробуем насколько он острый если он не сильно острый добавим еще немного убираем перегородки и 7 си семечки и мелко шинкуем так перец наш готов отправляем его отдельную емкость и у нас есть еще один гость вот такой овощ не знаю правильно ли я называю что это овощ это называется у нас батат сейчас мы почистим сейчас мы будем мелко нарезать нарезать мы будем кубиками мелким если кто не сможет найти батат я предлагаю как альтернативу тыкву потому что мне кажется если я не прав можете меня поправить в комментариях мне кажется что у них вкус очень схожий у тыквы и батата хотя батат не является сладкой картошкой как это утверждают просто его назвали сладкой картошкой вот и все его просто назвали сладким картофелем потому что он сладкий и напоминает форму картошки а так это совсем не картошка если кто знает у него листья в виде лианы бьющиеся и картошку никакого отношения не имеет потому что это совсем другое семейство так значит у нас индейка взяла скорую корочка уже отправляем туда наш смесь наших овощей это лук морковка и сельдерей отправляем туда тимьян все это перемешиваем добавляем масло так отправляем туда чили перец так припустили мы немного наши овощи отправляем туда наш батат перчим солим и добавляем немного белого вина накрываем крышкой и тушим где-то примерно 15 минут грудка наша готова сейчас будем пробовать вот такое чудо сверху посыпаем и петрушкой ну что бы он и пробовать очень вкусно ребята вы знаете что помимо того что здесь очень много овощей я думаю что гарнир к этому блюду не помешает гарнир видим риса или картошки ну там уже на ваше усмотрение но очень 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 вкусно грудка получилась очень нежной и очень сочной из-за того что мы добавили бекона или сало кому как больше нравится и добавили вина просто потрясающе ребята кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии ну если не понравилось тоже ставьте лайки я не обижусь до следующих рецептов до до